Стерхи, столь любимые Владимиром Путином, оказались иностранными агентами. Муравьевский парк на Амуре, где гнездятся редкие виды журавлей, поймали на получение гранатов от Международного журавлиного фонда, а также партнеров из США и Китая. Заповеднику было вынесено предупреждение, правда, в чем именно заключается политическая деятельность орнитологов, сотрудники прокуратуры не уточнили. Как птицы предали президента, объявившего войну некоммерческим организациям, расскажет Петр Розавин. Да, коллеги, спасибо. Охрана и изучение редких видов птиц теперь, видимо, тоже политическая деятельность. Во всяком случае, это следует из признания прокуратуры Муравьевского парка на Дальнем Востоке иностранным агентом. Муравьевский парк – уникальный заповедник, как минимум из-за своего административного устройства. Это частная территория, в отличие от большинства других заповедников, которые являются государственными. И обратили внимание общественности на признание иностранным агентом известного Муравьевского парка их коллеги по работе с редкими видами журавлей. Заказник – журавлиная родина. Все дело в международных грантах на помощь в сохранении птиц. Логика и тенденция есть. Вот она, тенденция на лицо. Мы-то думали, Путин полетал с журавлями, какое, блин, счастье. Журавли табу. Вот, и все такие гордые. Ха-ха-ха. Понимаете, Муравьевский парк – это исключительная штука у нас в стране. Это единственный природный парк, где земли взяты в аренду, ну, в общем, некоммерческие, общественные организации. В свое время на эту аренду помогали американцы, когда еще все дружили с Америкой. Фонд спасения журавлей, там, стерхи, покойный флинт, значит, там разводили стерхи, выпускали их в природу. Вот это все продолжение той программы, которая начиналась. Работники Муравьевского парка заявили, что не смогут продолжать спасать птиц, если их лишат международных грантов. Это не первая напасть, которая постигла знаменитый парк. Два года назад заповедник в буквальном смысле слова восстал из пепла, из-за пожара сгорело 90% территории. Работники тогда смогли спасти почти всех птиц, и после восстанавливали территорию. И вот теперь Муравьевский парк, переживший огонь, может не пережить путинский закон. У президента вообще как-то не особо сложилось с журавлями. Сначала его идея полетать со стерхами на дельтоплане осенью 2012 года, как только не была обсмеена в интернете. Но потом улеглось, все-таки, как-никак, помощи редким птицам, политики обратили на них внимание. Потом, однако, стало известно, что стерхи так и не попали на зимовку в Узбекистан. Как писали СМИ, провал был дипломатическим. Представители России не успели договориться с узбекскими властями о перелете птиц, как этого требует протокол. Редких стерков пришлось вернуть на родину, домашнюю среду. Коллеги. Спасибо, Петя. Это был Петр Рузавин. О том, как птицы предали российского президента. Под прицел прокуратуры может попасть и символ России – медведь. Как сообщает «Андерфакс», двое медвежат, которые родились в Калининградском зоопарке, отправятся в природу в леса Тверской области. А до этого пройдут подготовку на специализированной станции по реабилитации медвежат-сирот, которая работает на деньги Международного фонда защиты животных. С 1996 года на иностранные деньги на российскую волю было выпущено 186 медвежат. Теперь, видимо, им также грозит ярлык иностранных агентов.